Всем привет, с вами команда ММА Бетс, и сегодня мы собрались, чтобы разобрать турнир Белвата 263, но не полностью, а лишь интересные для вас и для нас бои. А полностью карт вы можете послушать в бойцовском клубе диванных аналитиков. Ссылка в описании по всем вопросам у вас и паблика ВКонтакте. Со мной сегодня, как всегда, Роман. Ром, привет. Да, ребятки, всем привет. Да, и начнем мы сразу с боя Хасана Магомеда Шарипова против Джоната Куироса. Хасан идет непобежденным на большом таком ходу, да. Очень парень перспективный. Было там всего лишь одно поражение, но это было вообще в любителях, да. В профи он не битый, бил пока такую спорную оппозицию, но и Джонатан Куирос ничем примечательным не выделяется. Поэтому надо отметить, конечно, что Хасан это разнообразный боец и может победить этого парня как в стойке, так и в партрии. И, наверное, будет искать именно досрочное завершение боя. Ну, и его победе, по сути, нет никаких сомнений. Ром, как думаешь, пройдет бой? Да, в принципе, я не думаю, что Джонатан Куирос какие-то проблемы Хасану доставит. В целом, конечно, это более опытный боец, потому что уровень и позиции у него значительно лучше. То есть, да, посмотрите сами здесь и Эджи Агазарм, да, и Альберто Монтес, хоть более-менее что-то в комбат из себя представляющий. Калер Филлипс тот же, да, небезызвестный. То есть, хоть какие-то ребята, да, он никого из них не прошел, но, знаешь, удосрочить его тоже никто из них не смог, как бы, если что. Довольно крепкий такой паренек. Вот, и нужно заметить, что в целом удосрочить его все равно можно. В первом бою своей карьере он проиграл нокаутом, я этот бой нашел и посмотрел. Его просто наглухо выключили. Также сабмитили его в любителях, тоже я этот бой посмотрел, очень-очень легкий сабмишин. Ну, прям, закрыли ему уверенно, так скажем. Вот, и вот эти все бои я тоже посмотрел и с Филлипсом, и с Агазармом. В общем, в целом, кроме того, что он крепкий, я его плюсов выделить не могу. Потому что просто он в стойке, очень плохо он медленный. Он в партере очень плохо, да, он ничего там не может сделать. Он постоянно спину отдает. У него Кайлер Филлипс два раунда за спиной просидел. Агазарм за спиной у него там полраунда просидел. Ну, благо, знаешь, сабнуть они его не смогли, и то ладно. Вот, и, соответственно, плюс он здесь выходит на коротком уведомлении. Изначально Хасан Магомед Шарип должен был с другим бойцом встречаться. И этот согласился, так сказать, выйти, подстраховать этот бой. Я так понимаю, он даже и не готов полноценно. Вот, ну, а Хасан, что, реально, пока выглядит очень интересно. Похоже даже немножко и, ну, внешне понятно, да, на своего брата. Но и манера ведения боя у него очень интересная стойчка. У него такие опаснейшие вертушки. У него, ну, реально стойка хорошая. Но, что интересно, всех соперников он победил в партере. И, соответственно, в основном либо души, да, ну, крайнего соперника забил в партере. Но, что мне нравится, у него были соперники, которые ему пытались доставить трудности, которые пытались его прям вот вытеснести с самого старта, как тот же Эдил Есенгулов, который, ну, он, знаешь, значительно опытнее. Хасана все-таки у него был 1-0, а у Эдила 5-1. Это как бы другого немножко опыта боец. И сразу сходу там Есенгулов вышел и тейкдаун провел. Ну, Хасан молодец. Вот, реально, он сориентировался, да, перевернул бой и уверенно выиграл. И три раунда все продержался, и кардио у него в порядке. Поэтому у меня здесь вопросов к эфам все-таки нет. Ну, я как бы это к тому говорю, что к эф очень маленький на него. Если мы посмотрим на, ну, на линию того же Пинакла, к примеру, да, то мы увидим, что на Хасана 1-0-7. Ну, безусловно, очень мало такой смехотворный коэффициент. Но соперник, который, я считаю, по бойцовским качествам на несколько голов ниже, который на коротком уведомлении антропометрически уступает, ну, не знаю. То есть вопрос в том, только продержится ли до решения соперник, или, учитывая, да, его неготовность, может быть, просто быстренько отвернется, сдастся, такое тоже может быть. Так что я думаю, дебют выдастся у брата, да, известного бойца. Мне кажется, удачный. Да, согласен. Перейдем дальше. Это Гаджир Баданов и Даниэль Керри. Ну, Гаджир Баданов, я думаю, для советских таких вот, да, российских наших фанатов знакомый парень, да, да, и для любителей прочих организаций по типу ФЛ, да, когда он дрался с Стивеном Сайлером, например. И, по-моему, он был там то ли по равным, то ли около того кэффом, да, и просто не дал шансу опасному на тот момент парню, Стивену Сайлеру, да, который дрался и в хорошем бою, и с Паумером, и прочими бойцами. Вот, и набрал такой вход, вход, да, вход набрал в Горилла Эфси, вот, и затем уже в новый, так сказать, такой вот, новый, хорошо забытый старый, да, организации игру с Эфси проиграл Нирди Докаеву, но Нирди Докаев, это, конечно, тоже очень высокорвный боец. Это, в первую очередь, универсалс с сильным панчем, да, с хорошей техникой, поэтому в этом, ну, ничего нет особенного, в том, что он проиграл, тем более бой был такой близковатый, пятираундовый, да, к тому же. Ну, и закрыл это поражение он в победе над Валерием Гречушиным, да, значит, в таком, в принципе, бою достаточно легком для него. Ну, далее, значит, про Даниэль Керри особо нечего сказать, ну, только то, что он тоже достаточно опытный, с разными бойцами дрался, да, в том числе и с Аароном Пико, был досрочен в втором раунде, в полном D-классе бою, да, надо еще отметить, что Аарон Пико, да, тоже понимал специфику этого парня, значит, измотал борьбу, да, и уничтожил в втором раунде в самом начале на 15-й секунде второго раунда, да, вот, затем его уже удосрачивали, да, в целом, конечно, не самый высоководен боец, поэтому тоже, конечно же, бой достаточно удобный для Гаджи Рободанова, он особо ни в чем не превосходит Гаджи, но Гаджи зато его превосходит, как минимум, в двух аспектах, это кардио и силовая борьба, да, и в целом, я думаю, что тоже не заставит никаких проблем ему этот соперник, и пройдет он его достаточно легко, Гаджи Рободанов, я имею в виду, пройдет его, вот. По поводу досрочки, я думаю, что в целом, в теории, Гаджи его может удосрочить, но захочет ли он удосрочить, это вопрос уже совершенно другой, вот, поэтому вполне возможно, что он и захочет на нем пролежать все три раунда. Ром, как ты вот думаешь, вообще есть шансы, может быть, у Керри, и если нет, то Гаджи его все-таки досрочный, и вообще, как ты думаешь, пройдет бой? Да, в целом, как ты верно заметил, вот, тот же Арон Пико, Керри прочитал хорошо, в том плане, что у Керри не очень хорошее кардио, он подустает после первого раунда, и, соответственно, очень было грамотно и смотать его в первом, просто Арон Пико его перевел и полежал на нем раунд, немножко поработал, да, и, конечно, устал Керри после этого, и вышел на второй раунд, он, ну, он уже замедлился в стойке, и напропускал, конечно, вырублен был очень жестко, но, знаешь, тоже парень в некоторой степени опасен, сюрпризы какие-то преподнести может, в первую очередь джиу-джитсу, конечно же, и против того же Гастона Баланоса, да, или Баланоса, как там его правильно произносится, но это уже не важно, потому что больше проспектом Беллатера он уже не является, вот, и шел тогда Керри, понимаешь, огромным андердогом, просто у него, ну, как бы не было шансов на бумаге, а он, меж тем, да, гильотинку закинул в конце и выиграл этот бой, но в целом, как я и сказал, он подустает, и после первого раунда уже мало что из себя представляет, его можно вырубить, и, соответственно, Гаджиро Баданов в целом на это способен. Вообще, это парень такой, знаешь, товарищ Хабиба Нурмагомедова, они тренируются вместе, он к этому бою в АК проходил подготовку, ну, и в целом он туда заезжает на тренировки регулярно, и на самом деле, действительно, он, по сути, универсальным является бойцом, он вполне в стойке способен отстоять, но, конечно, борьба это его наиболее сильная сторона, да, и почему бы это не использовать. С Мигди Дакаевым был хороший бой, первый раунд Гаджиро Баданов забрал там, и не просто забрал, он в нокдаун, вот такую флешечку отправил Мигди Дакаева, и сразу же лег на него и до конца раунда лежал. Вот, поэтому тоже, как бы, Гаджи ударить может, и в партере, да, что-то придумать, сабнуть, но и его можно нокутировать, тут нужно понимать, у него есть поражение нокаутом, помимо этого он падал в нокдаун, и поэтому тоже, как бы, ухо во строй держать нужно. Ну, Беллатор, это, знаешь, все-таки хоть какой-то уровень, тем не менее, хоть там не UFC. Но, опять же, если мы посмотрим на коэффициенты, Гаджиро Баданов идет за очень маленький кэф, 1,14, Дэниел Керри идет за 5,75. Опять же, разрыв, казалось бы, очень большой, но притапливать за Дэниел Керри никакого желания нет, потому что я вижу, что Гаджиро Баданов готов хорошо, он заряжен, он более разносторонний, у него лучше кардио, а на других весах Дэниел Керри с нехорошим кардио, и я вижу, что, я не уверен, что у него хорошая подготовка, вот реально. Я смотрю сейчас, да, в Инстаграме, что он выкладывает тренировки с детьми, да, очень мало, в принципе, с тренировок фоток. Зал называется, где он тренируется, Family Combat Fitness, что это такое, я вообще не знаю. Я думаю, что все-таки здесь все по делу выставлено, и Гаджиро с своим соперником разберется. Удосрочить способен это однозначно. То есть, либо в целом попасть, либо устал его удосрочить. Ну, вот как бы в голову Гаджиро мы, к сожалению, залезть не можем, и не можем узнать, он вообще настроен на досрочку или нет. Если настроен, он это сделает. Да, согласен. Перейдем дальше, к наиболее, наверное, интересному бою, из когорты российских проспектов, да, это Ислам Мамедов против Брента Примуса. Ну, Ислам Мамедов блистал еще на ПФЛ, так скажем, да, он, за исключением одного боя, там, двух боев, да, ничей с Лоиком, где, по сути, можно было ему, на самом деле, и поражение, наверное, выдавать, да, вот. Вот, и когда он не вышел на, так сказать, финал, да, там, полуфинал с Рашидом Магомедовым, вот. Ну, а за этим исключением он прекрасно себя показывал. В всем далеком семнадцатом году еще до организации ВСОВ, которая постепенно превратилась в ПФЛ, да, он засабмитил небезызвестного Анатана Шульта, но после этого Анатан Шульта, конечно, набрал очень высокий ход и просто, ну, был на самой верхушке до последнего, да, собственно говоря, о том, что Ислам Мамедов даже не смог, по сути, до боя с ним дойти. Вот, и, конечно же, без поражения идет Ислам Мамедов, вот. И в целом у Брэнта Примуса похожая ситуация, да, за исключением того, что он поиграл Майку Чендлеру. На самом деле, что в первом, что во втором бою было, ну, были хорошие моменты для него. И да, он выиграл первый бой, но это была травма. Второй был бой, по сути, с одной стороны, можно сказать, что это был разгром от Майку Чендлера, с другой стороны, надо сказать, что хорошие моменты были у Примуса, да, этот парень может сильно ударить, этот парень является отличным грэпплером, очень высокого уровня, да, он сабнул, посмотрите, вот, Джейка Шилтса, сабмишен андеграунд, да, да, проиграл Крэгу Джонсу, но Крэг Джонс – это тоже вершина, так сказать, неподъемная в плане грэпплинга, за исключением, там, только Мэйсена, Фаулера, да, и Толк, как говорится, вот, по правилам, по правилам этого сабмишен андеграунда, да, можно так сказать. Вот, то есть, в целом, наверное, если бы это были просто обычные, там, какие-то выступления по грэпплингу, то, по сути, бы Фаулер с Джонсом, скорее всего, подрались бы в ничью, да, ну, или по каким-то, там, по очкам, возможно, был бы исход. Вот, в целом, Брэнд Примус, конечно, и ударить может, да, он очень взрывной парень, такой, атлетичный крайне, он габаритный, он очень опытный, да, такой вот, он дрался и с хорошими джитсерами, типа, там, Криса Бунгадо, да, он дрался и с хорошими борцами, с сильным ударом, типа, Майкла Чендлера, ну, и были проходные бои, типа, Тима Вайд, да, но у него там, по-моему, Толли Вайлд его сбил, да, какая-то такая была ситуация. Да, 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 он сверху оказался. Вот, да, он сверху оказался, но подумайте сами, да, как часто вы видите гагаплату в ММА, это супер неожиданная была, ну, как бы, то, что он победит досрочно, это, как бы, ну, не представлял его какого-то, там, шока, вау-эффекта, да, но то, что он им победил от гагаплаты, это вообще необычная, ну, необычная сабмишн, скажем, очень хорошая, да, потом он побеждал в 15-16 году пиковых, там, Леристона Сантоса и Деррика Андерсона, на самом деле, это очень хороший уровень для абюратора, ну, очень высокий, на самом деле, да, но если Леристон Сантос еще ладно, то Деррика Андерсона это реально, да, вот, и, по сути, у него есть несколько, там, ну, спорных моментов, от его кардио, этого защита в стойке, да, и, да, его можно завалять таким бойцам, как Майкл Чендлер, но является ли из вам моментов таким борцом, как Майкл Чендлер, вопрос спорный, да, потому что, да, он идет без поражений, но кому, кого он победил, да, это Юки Кавана, вы знаете его, Тяга Таварса, вы знаете его, но Тяга Таварса, возможно, вы его знаете, да, там его побеждал этот Хабиб, да, и там в UFC он дрался, Рашиду Магомедову проигрывал досрочно, Духучу проигрывал досрочно, там, кому он только досрочно не проигрывал, да, и, ну, откровенно говоря, уж в восемнадцатом году было не лучше его, так сказать, не лучше его кондиции, и Слав Мамедов его смог победить лишь решением. Да, был хороший бой с Ильей, с Инджеруном, но это был близкий бой, да, который можно было отдать, на самом деле, кому угодно. Да, он его победил, на самом деле, боец неплохой, но тоже со своими минусами и с достаточно такой, ну, накапливающейся усталостью. Потом Нью Цянг Бао, знаете его, парня? Я думаю, что нет, да? Вот, и да, был бой с Твойком Раджабовым, крайне близкий, да, причем двухраундовый, где, естественно, Ислам Мамедов в очередной раз показал не самый лучший кардио. И, да, там, Примус устает, но он устает не так сильно, как Ислам Мамедов. Да, Ислам Мамедов хорош в грэплинге, но вопрос в том, лучше ли он в грэплинге, чем бренд Примус, да, который регулярно выступает. Да, там, Ислам Мамедов может хорошо показывать себя на дистанции, в стойке, но лучше ли он, чем взрывной бренд Примус, это вопросы, на которые ответы можно, конечно, отдать, но я думаю, что все все понимают. И учитывая, что Ислам Мамедов является большим фаворитом, достаточно большим по такому бою, да, там где-то 1-3, 1-4, я думаю, что это не совсем оправданно, как минимум и как максимум можно поболеть здесь за бренда Примуса, как мне кажется. Потому что, помимо того, что первый раунд может отойти Ислам Мамедову, ну, в принципе, в любом ключе, да, неизвестно в каком, но, скорее всего, он будет пытаться бороться, и, возможно, у него получится там прижимать к сетке, а дальше что будет? Дальше будет усталость накапливающаяся, и уже чем больше усталость, тем больше он... То есть, в принципе, в трехраундном бою он в третьем раунде часто показывал, что даже, в принципе, находиться в бою не может, да. Я, конечно, надеюсь на то, что он будет развиваться, на то, что он подтянул свою кардию, на то, что он покажет нам наиболее лучшее свое выступление, вот. Но на самом деле бренд Примус – это достаточно высокий уровень, да. И да, ему, в принципе, 36 лет, но на самом деле, там, насколько на 5 лет с его моложе Ислам Мамедов. И в целом у него сильно сложных боев у бренда Примуса-то и не было. Ну и плюс он находится в великолепной форме. Ром, бой сложный, как ты думаешь, вот, какие вообще есть какие-то сильные, может быть, стороны, которые закроют слабые стороны бренда Примуса у Ислама Мамедова, или все-таки у тебя какое-то свое видение на этот бой? Ну, варианты есть, безусловно, у Ислама Мамедова победить, но я, опять же, забегаю вперед, я тоже не особо понимаю, почему он фаворит. И крупный фаворит, знаешь, там, не за 1,8, идет не за 1,7, как будто это должна быть уверенная победа. И, да, можно, конечно, вспомнить, безусловно, его и, ну, относительно старый, да, противостояние в ПФЛ, и он везде уставал, да. Вообще, мне, вот, мне в нем что нравится, да, в Исламе Мамедове, у него очень активный грэплинг, он вообще в гарде не лежит никогда, он сразу что-то ползет, улучшает позицию, придумывает. Именно поэтому у него досрочных побед очень много. Хотя, казалось бы, можно переводить и лежать на сопернике, да, но он старается удосрочить. Да, не всегда это получалось. И вот, что интересно, да, вот эти вот его уставания уже привели к тому, что он уже во втором раунде устает с тем же Лойком Раджабовым. Это было очень сильно видно. Вспомните, как закончился этот бой. Бой закончился тем, что Мамедов был в плотнейшей удушке у Лойка Раджабова, да. И, соответственно, третий раунд для него вряд ли бы сложился хорошо, и не факт, что он вообще до решения бы дожил. Но Лойк хороший боец, безусловно, с хорошим партером, с хорошим грэплингом. Вот. Но в первую очередь, почему, опять же, меня заставляет думать, что здесь не по делу идет хаворит Мамед, это его предыдущее противостояние в Абудаби Вариорс против Мартуна Милжумяна. Я, опять же, ничего не говорю. Мартун может быть очень хороший боец, но, тем не менее, это ударник. И боец ли он... Ну, то есть, опять же, как бы, на тот момент он выглядел прям ударником. Да, я просто это к чему говорю, потому что Мартун после этого провел еще один бой, и там он уже больше в борца заделся. Но, тем не менее, Ислам, по идее, он должен был проходить, и он был там огромным фаворитом, просто гигантским. А бой сложился настолько сложно, что в третьем раунде финиш от Ислама Мамедова это было чудо. Если кто этот бой не видел, да, и вы думаете, вы смотрите в рекорд и такие, ну, очередная победа с Абмишином от Ислама Мамедова, ничего подобного. Он с трудом забрал первый. Второй раунд он проиграл, у него уже не получалось переводить, Мартун разбил ему все лицо, там просто в кровь, там сечка. Проигранный второй раунд, усталость невероятная, выходит Ислам на третий, Мартун его потрясает, ноги у Ислама заходили, и в этот момент я подумал, все, как бы апсет, вот он. И во время добивания Ислам там внизу зацепился за ногу, да, и сумел сделать сап, это реально было чудо. Ему просто приходил конец в том бою, хотя мне казалось, он, ну, он уверенно должен был проходить. Вот, и вот такие, вот такое вот у него крайнее выступление, и перед этим, да, было слойком выступление тоже, соответственно, спорное, в котором он тоже в удушке, по сути, бой закончил. Как бы, я не знаю, я не знаю, мне кажется, он здесь неоправданный фаворит. Да, у него, опять же, хороший лагерь, хороший зал, тоже товарищ Хабибов, в Икеа тренируется, но, тем не менее, кардио, конечно, оставляет желать лучшего. Шансы у Мамедова, безусловно, есть в том плане, что Брэнда Примуса, его можно переводить, его вообще, его вообще часто переводят, будем откровенны. И этот, и Тим Витл его перевел, Чендлер его залежал, Глиристон Сантос его три раунда залеживал, Дерри Кандерсон его залеживал, его можно переводить и залеживать, но сил хватит все три раунда залеживать. Вот в чем вопрос. Ну, залежит один раунд, ну, Примус там не будет без действия лежать, понимаешь, он же будет что-то делать, а это высасывает силы у соперника. Вот, ну, я хочу заметить, да, что бой с Майклом Чендлером был очень хорош в том плане, что Брэнд Примус его два раза потряс, один раз отправил во флэш-накдаун, после которого, да, залез за спину и очень плотную душку закрыл и был близок, чтобы задушить Чендлера. Я про реванш, да, сейчас говорю. У него панч есть очень серьезный, он реально тяжело бьет и, как ты верно заметил, да, он постоянно выступает, постоянно соревнуется и по джитсу в том числе, еще не факт, кто лучше, кто хуже в грепплинге. Поэтому я по всем, по всей совокупности факторов, да, я бы здесь именно из-за коэффициентов за Брэнда Примуса притопил. Опять же, Ислам Мамедов не является здесь уверенным вариантом. То есть я понимаю, что есть такие люди, которые не особо хорошо в ставку разбираются, будем откровенны. И они ищут просто уверенный варик, да, вне зависимости от кэфа. Но даже для таких Ислам, да, я сразу говорю, он не является уверенным вариком. Вот. И за такой кэф он просто этого не стоит. Так что я здесь за Андердога. И мне кажется, что у него шансов намного больше, чем коэффициент 2,7, который выставили букмекера. Да, я согласен. Я думаю, что даже на, не то что даже на то, что кэф у него тут дали, да, там 2,7, около того. Мне кажется, даже по-равному он был бы интересен, интересно говоря, да. Это не значит, что если Ислам Мамедов побеждает, да, вы пишите в комментариях. Хотя пишите на самом деле. Если хочется похейтить, да, не надо держать себе. Вот. Но, так сказать, аналитику на бумаге вам рассказали. Вот. Как говорится, решайте сами, думайте сами. Но я бы никому не посоветовал Ислам Мамедова класть какой-то там ЖБ, так называемый экспресс, да. Вот. Ну и в целом мне, конечно, бренд Примус более нравится. Не потому, что он американец, да, но в целом интересный боец. По сути, как мне кажется, пиковые кондиции, так и не добравшись до пиковых кондиций своих. Тем не менее, на каждый бой он выходит просто как из камня вырезанный, да. Невероятная форма каждый раз. Просто суперсухая, супермышечная. И он тренируется, по-моему, в Американ Ток Тиме, да? Да, он тренируется в портландском отделении. Можете, опять же, посмотреть фотки в Инстаграме, там, с бойцами UFC в том числе. Подготовка хорошая. Да. И... А, нет, не еще, да. Еще Усман Нормагомедов будет драться с Менни Мура. Ну, на самом деле, конечно, Усман – это небитый боец, вы видите сами, вы знаете сами. А Менни Мура – это достаточно возрастной, ну, относительность своего... Своих боев, которые он показывает, да, возрастной. 3-4 года ему не прям уж, но он достаточно сильно может уставать в боях. У него достаточно посредственная ударка, да. Он побеждал Ника Ньюэлла, но это был достаточно такой вот потненький бой, да. Он побеждал Дэвина Пауэлла, но это был достаточно такой тоже бой туда-сюда. Но, тем не менее, Дэвина Пауэлла – это боец, у которого практически отсутствует парк, да, по большей части. Ну, и в целом, конечно, никаких высоких, каких-то, ну, высот он в спорте не добивался. Усман Нормагомедов за этими высотами пришел в Билата. Я думаю, что хочется набить ему побольше рекорд, какой-то известности набить, да, а затем перейти, наверное, в UFC. И, конечно, когда эти все парни перейдут в UFC, там будет такая чисто российская лига, да. Вот. По сути, хороший боец, разносторонний, он может побеждать и в партере, и в стойке. Но, конечно же, мы понимаем, что именно у Усмана сильная сторона – это ударка и прекрасные ноги. вот. Прекрасные руки, к контрпанчу умеет, умеет в атаке. Но, в принципе, помимо хорошего защиты от партера, он может, конечно же, и сам бороться. Как мне кажется, что прошлый его бой с Майклом Хэммиом был стилистически даже менее удобный, более опасный, но он прошел его, ну, достаточно, чтобы дали юненимус, да, в бою. И Мэнни Мур, я думаю, будет намного более удобным бойцом для Усмана. И я думаю, что именно этот бой в целом он может завершить досрочно. Как думаешь, Ром? Да может, знаешь, просто, опять же, я думал, что он и Хаммела может завершить досрочно по той простой причине, что Хаммела уже и сабали, и нокаутировали, и в нокдауне он бывал. Я вообще в целом челюсть Мэтта Хаммела оцениваю как довольно слабую, но, как ты верно заметил, по навыкам он неплох. И он лучше, чем Мэнни Мура. Ну, на мой взгляд. Вот. И в данном противостоянии, ну, давайте разбираться, насколько Мэнни Мура крепок, да. Если мы просто посмотрим на его рекорд, то мы увидим, что здесь есть два поражения нокаутом, да. И я их смотрел, его там вырубали просто наглухо, просто рубили. Более того, крайнее поражение сабом в восемнадцатом году, это был сабмишн после тяжел... тяжелейшего нокдауна тоже. То есть парень пробитенький, мягко говоря. Да, его не нокаутировали уже три боя подряд, но с кем он дрался? Кэн Колтер, я, черт возьми, не знаю, кто это. Ник Ньюэлл, ну, у него шанс нокаутировать снижается там на 50%, да, чем у обычного бойца. И, соответственно, ну, в целом, он греплер, да, даже помимо, да, того, что у него одна рука, он в целом греплер, он не нокаутер, он бомборец. Ну, и Дэвин Пауэлл, это тоже не нокаутер, в принципе. Это джитсер, которого залеживают все, которого и стойки избивают и залеживают. Вот, то есть нокаутировать его некому было, но все равно я хочу заметить, что вот один момент Мура сейчас в чуть лучшей форме, чем вот в тех боях, когда его просто убирали, когда его просто выносили. Он выглядел тогда плохо, он сейчас чуть лучше выглядит. Не знаю, в чем проблема. Он, ну, то есть, не проблема, а в чем, наоборот, его счастье, да, он же стал лучше выглядеть. И сейчас он и три раунда выдерживает. Тоже устает, конечно, сильно, но не настолько. Он уже, он хотя бы держится, выдерживает. Джексон Винкс тренируется, видимо, гоняют его там. Вот, вот такой вот парень. Он в целом, знаешь, такой универсал. Он в стойке может постоять, он побороться может, да, без проблем. Но он, я считаю, по всем параметрам хуже, чем Усман Нурмагомедов. Как боец, да? Вот я считаю, вообще по всем. Реально, Усман очень интересный ударник. Он разнообразно действует. И он, он хорошо находит дыры в обороне соперника. То есть, да, если он видит, соперник не защищает ногу, он эту ногу выбьет. Ну, со временем, да, там полтора раунда он выбьет эту ногу. И, ну, это реально очень такие интересные моменты, то, что он думает в бою. Ну, либо, опять же, ему угол подсказывает. Ну, это не столь важно. Интересный думающий боец. Вот. Вопрос для меня лично вопрос в том, удосрочит ли он Мэнни Мура. Вот я считаю, что шансы безусловно есть. По крепости своей Мэнни Мура, наверное, примерно плюс-минус такой же, как Хамилл. Он тоже под пробитой. Но вот по навыкам он хуже. Поэтому, наверное, шансов удосрочит здесь больше. В общем, Усман идет, конечно же, фаворитом огромным. 1.06 на Пинокли сейчас, да. И коэффициент 9.1 на его соперника. Казалось бы, опять же, супермало на Усмана. Но здесь я, ну, никак не могу за Мэнни Мура притопить. Я просто не вижу, понимаешь, чем. Я, да, в первую очередь, когда смотрю какой-то бой, я всегда в голове себя спрашиваю, есть ли шанс у Андердога, да чем он будет выигрывать? Я не знаю. Мне кажется, что ничем. Я думаю, что Усман здесь выиграет. И в моем понимании более вероятно, что досрочно. Да, согласен. И главный бой. Патрисия Петбуль. Против Эджея Маки. На самом деле хайп растет у Эджея Маки. Да, уже 17-0. И, наверное, российские фанаты по привычке в виде 0 графика поражений начинают непроизвольно мастурбировать на бойца вне зависимости от того, как проходили его бои. Да, Эджея Маки хороший боец. Он габаритный. Он взрывной. И он может ударить. Помимо всего прочего, он обладает интересными навыками сабмишина. Плюс он молодой. Он всего 19-го. 19-го года он, по-моему, да? Ему 26 лет всего. Вот. Да. И, конечно, конечно, мы понимаем, что Патрисию Петбуль Фрейра, да, он не вечный. Ему там 34 года. Это, по сути, там, плюс-минус. Ну, грубо говоря, на 10 лет он старше, да? Вот. Какой-то там, возможно, вселенный он мог бы зачать. Эджея Маки, да? Вот. Но, конечно, тут если сравнивать, да, и говорить, что, вот, например, просто речь идет о чем? Что Эджея Маки более молодой, что он взрывной, он разносторонний, он может ударить, он может и сабнуть. Плюс никто не задается вопросом, какого у него кардио. И плюс все, как бы, ну, все, никто не задается вопросом, типа, почему равны кэфы с чемпионом, да? В целом, я думаю, что еще немножко погодя, Эджея Маки станет фаворитом. Потому что там уже немножко осталось, на самом деле, да? Что там, разница какая? 1,89 на 1,92, да? Не так давно они были, уже были выше кэфы, а уже сейчас, по сути, еще ниже, да? Ну, короче, вы понимаете, куда перевес именно ставящих людей идет? И мы, конечно, понимаем, что, возможно, это и оправдано, но мы сейчас немножко для вас это разберем. Как мне кажется, да, можно сказать, что у них опыт плюс-минус одинаковый, но, конечно, Патрисий Питбульфрейр намного более опытный, он дрался с наиболее опасными спортсменами, это был и Майкл Чендлер, да, которого он окултировал, это был и Педро Карвалье, на самом деле, который, когда он победил, да, люди писали, вот он победил еще одного мешка, но по большей части, да, тем он уж прям поразительно отличается от того же Эджей Маки, которые, они, кстати, дрались с одним и тем же сорперником, это Дерри Кампас, и у них принципиально разные выступления были, да, с ним. Вот, потом он заметил, значит, после Д-класса Сэма Сицилию и проиграл два боя Проспекту Джей Джей Вилсону и Пиадрису Питбулли Фрейре. Также Фрейр проходил опасных бойцов, это Эммануэль Сантест, Даниэль Вайхель, да, его потрясали в боях некоторых, да, например, с Даниэлем Вайхелем, был близкий бой, близкий именно по решению, но надо помнить, что Бенсона Хендерсона он проходил вообще без шансов, да, это был Д-класс до травмы ноги. Был бой там с Даниэлем Штраусом, которого он проиграл, но он, по-моему, да, он его побеждал тоже до этого. В целом, конечно, боец очень опытный, он дрался уже просто, когда еще там многие только в школу заходили, да, фанаты ММА, так сказать. Вот, и надо отметить, что Уиджей Маки, если говорить о его позиции, это достаточно спорные люди, да, потому что есть Пэт Курен, который закончил карьеру после его боя, этого, да, и не показал ничего, что он мог бы, да, абсолютно не напрягая молодого парня, ходя просто пешком и проигрывая бой в сухую. Это Георгий Караханян, которого он за 8 секунд вырубил, и, по сути, не было боя, да, ну, который тоже был статистически удобен. Это интереснейший бой с Дериком Кампасом, который я всем рекомендую к просмотру перед ставкой на СД Маки, которого он, да, он выиграл первый раунд, но что было потом, он просто не мог дышать, он не мог шевелить руками, да, он поиграл бой в борьбе, будучи более габаритным спортсменом, будучи более молодым, он уступил Дерику Кампасу в компоненте кардио. Ну да, как и ранее, он показывал свои навыки джоу-джитсу, он победил интереснейшим приемом. И Дерину Кодву он проиграл тейкдаун практически сразу, но смог найти, там, Нельсона, по-моему, да, это, они написали на крэнк, но в классике, по-моему, Нельсона называется. Вот, победив, так сказать, болевым приемом, крайне необычным. И из всего этого, как бы, следует, что более молодой должен, наконец-таки, занимать позицию чемпиона, но мне почему-то так не кажется. И мне кажется, что в компоненте опыта, в компоненте, именно, значит, ударной техники, ударной мощи, именно на протяженности всего боя, намного более опасен Питбуль, потому что, как мне кажется, ИДЖМ АК уже за пределами второго раунда вряд ли сможет кого-то накалутировать. Вот. В компоненте джиу-джитсу, по-третьему, более опытный, да, ИДЖМ АК молодой и интересный, но вряд ли он заставит Питбуя стучать. И по этим критериям, конечно, в пяти раундах, которые Питбуль проходил уже не один раз, мне кажется, что Питбуль намного более интересен. Мне кажется, что он более хитер, мне кажется, что ему под ИДЖМ АК будет намного проще найти ключи, и я думаю, что он победит, я думаю, что он может победить досрочно, на самом деле, я думаю, что он может и пробить ИДЖМ АК, потому что по нему, по сути, никто настоящий сильный удар так и не доносил, он, по сути, дрался только с старыми парнями, которые не хотели уже никого побеждать, да, того же Дерека Кампаса, ну, тот же Киони Дикс, да, просто обоссал и затем сабнул за одну секунду до конца боя. Вот. Ну и, собственно, очень спорные моменты были в его карьере, на самом деле, да, поэтому мы должны это все держать в голове, особенно если вы хотите ставить на ИДЖМ Макки. Я тут вижу фаворитом Патрисию Питбуллин Фрейра, я думаю, что надо подождать будет прогруза опять еще на ИДЖМ Макки, потому что, естественно, мы видим, что линия еще не устоялась, да, бою еще полнедели, и все может меняться. Я думаю, что здесь надо поболеть будет за бразильского бойца, но сейчас вам расскажет Роман, как он видит этот бой, да, и какие минусы и плюсы у этих бойцов. Да я, знаешь, Сень, как бы, ты-то, наверное, помнишь, я же Питбулли как бы люблю очень, как бойца, он вообще классный на самом деле, реально давно за него, топлю, да, за него. Чемпион двух весовых категориях, что здесь говорить, что-то еще как бы нужно говорить, это реально крутой парень, который удосрочить может кого угодно, и у него, по сути, слабых сторон практически нет, у него отличное кардио на все пять раундов, плюс он использует разные геймпланы в боях, если нужно, он может побороться, если нужно, он будет стоять в стойке, он отлично защищается от борьбы, его перевести, это очень сложная задача. Вот, и, соответственно, единственный момент, да, что его потрясали, он бывал в нокдауне, то есть его можно рубануть, Маки ударить может, вот это единственный момент. Помимо этого, чем его Маки будет брать, я просто не вижу. Опять же, всякое, конечно, бывает, какие-то стандартные ММА шансы, безусловно, есть на бумаге, я вижу здесь превосходство питбуля во всех компонентах, и в первую очередь, и в очень главную, очень важную очередь, это кардио, конечно же. Помимо того, да, что ты очень верно упомянул бой с Дереком Кампасом, я его еще раз сегодня пересмотрел, очень устал Маки, очень там устал, просто дико, и во втором раунде он просто лежал под Кампасом, он так и не встал до конца раунда, он не мог ничего сделать, он просто, ну, гард закрыл и лежал, отдыхал. Может быть, знаешь, это правильно, он как-то копил, да, силы, восстанавливался, может быть, и, ну, совершенно верно все сделал. Вот, я посмотрел еще один его бой, более ранний, с 17-го года с Брайаном Муром, потому что, да, готовился тоже, Брайан Мур тоже будет биться на этом ивенте, я готовился к подкасту для клуба, да, в очередной раз напоминаем, что разбор всех остальных боев будет в клубе, разбор такой же подробный и внимательный. Вот, я посмотрел бой Брайана Мура с Джеем Маки, а там ситуация-то практически такая же, как с Кампасом. Опять же, финиш в третьем раунде, Маки настолько устал уже в конце первого, мало того, что он устал, Брайан Мур просто гонял его два раунда вдоль клетки, Маки, знаешь, бросается в ноги, пройти не может, Брайан Мур от всех практически попыток отзащищался, и в одном из моментов, как мне показалось, Брайан Мур прям потряс его, он его достал раз, Маки откинуло, достал два, Маки откинуло к сетке, и он полетел вниз в ноги, и там было непонятно, то ли его потрясло, то ли он такой хитрый, да, и тогда он пошел делать после удара, но очень было похоже, что его потрясло так неплохо, но и, соответственно, да, дико устал, и вот сумел, сумел он там в третьем раунде, он вышел сразу такой, знаешь, силы поднакопив между раундами, вышел, совершил такой кавалерийский наскок на соперника, сумел его сбить, и уже не отпустил, задушил, нужно понимать, что у Брайана Мура тоже кардио, ну, такое, очень нехорошее, в третьем раунде он сам устает, да, поэтому здесь все нормально, да, у Маки получилось, в этот раз получилось, с Кампасом получилось, ему что, каждый раз теперь, ну, вот так вот будет вести, когда он просто дичайше устает, просто, просто дичайше, посмотрите, у него руки не поднимаются уже, да, во второй половине боя, а здесь не три раунда, здесь пять раундов будет, я не знаю, короче говоря, что здесь еще сказать, уровень оппозиции принципиально разный, опыт принципиально разный, даже зал, кэмп, подготовка принципиально разная, у Питбулли она на более высоком уровне находится, соответственно, я считаю, что Питбулли здесь является фаворитом, и учитывая, что сейчас кэфы почти равные, он, он лично для меня интерес представляет, учитывая, что кэф на него растет, он еще больше для меня будет интерес представлять, Маки его может вырубить, это может случиться, я, я знаешь, не буду с открытым ртом удивленный сидеть, если так произойдет, но в целом, остальные шансы у Питбуля, шансы вырубить, да, шансы просто его растащить на дистанции, за счет кардио, вот, и шансы переводить, лежать на нем, Питбуля-то, кстати, тоже умеет делать, если что, и на Маки лежать можно, вот, и в джитсу, я не думаю, что Маки его чем-то удивит, это тоже очень важный момент, у Питбуля вообще джитсу отменная, вот такие мысли, короче, я не знаю, мне страшно, конечно, так сильно топить за Питбуля, очень сильная топка, Маки, конечно, опасный соперник, но я здесь вижу победу двойного чемпиона, очередную защиту титула, да не, на самом деле мы не тупим, реально, расписали просто сильные, слабые стороны, и почему так именно видим, да, если бы мы просто сказали, просто потому, что он его выиграет, да, но, естественно, я также отметил, и ты также отметил, что Питбуля потрясали в боях, да, это было не раз, его потрясал и Эммануэль Санчес, по-моему, в бою, да, да, и Санчес, и Эммануэль, было, было, и Вайхель, да, Вайхель потряс его очень жестко, в первом бою, насколько я помню, в первом раунде, да, как раз таки, когда Питбуль еще так и разогревается, Вайхель его потряс, и начал забивать, и там за небольшой долей везения, небольшой долей хороших защитных навыков, да, хватило, чтобы победить парня, в итоге решением судей, да, вот, но, тем не менее, его и нокаутировать сложно, и попасть по нему сложно, он хорошо держит дистанцию, и опять же, опыт, опыт, и еще раз опыт, да, это не только такое присловутое слово, а когда я это говорю, я имею в виду именно ударную технику, потому что, посмотрите на Эйджей Маки, он устает в боях, которым по сути удобны, именно потому что, как мне кажется, он не понимает, как надо расходовать кардио, да, ну и в целом, даже если бы он понимал, вот как, например, с Пэтом Курном, когда он его не напрягал абсолютно, он прыгал на дистанции, и двигался в своем ритме, который ему достаточно удобен, но даст ли ему драться так, например, тот же Патрисию Питбурь, мне кажется, что нет, он умеет давить, он умеет правильно давить, он умеет работать по ногам, опыт, это не только, тут просто какое-то количество боев, накопленный урон, это именно понимание, как надо работать с разнопланными соперниками, и, конечно же, этот компонент за Питбурлем. у Иджи Маки определенно есть шансы, мне кажется, если, конечно, в Белатаре бывают и Буллщит, там, да, ну и UFC, естественно, бывают, да, но в Белатаре, как бы, никто на это внимание не обращает, потому что бои не смотрят, и UFC-то бои никто не смотрит, да, особо там часто, да, но Белатар уже и так можно не говорить про это, да, ну, в общем, кара будет интересный, если хотите полный разбор турнира, естественно, он будет в Болотевском клубе диванах аналитиков, всем удачи, пишите на что вы будете ставить, за кого будете болеть, и если вы пишите там, я болею за Эйджей Маки, тогда пишите, я болею Джей Маки, потому что я считаю, что он вырубит, по 30 пикбурля фейер, да, и тогда мы будем читать, будем с вами общаться, и надеюсь, что у вас нет говна, но если оно есть, пишите комментарии, да, всем отлично, классика, классика, и всем удачи. Да, ну, я хочу допомнить, что не только все остальные бои Белатару, также я уже записал разбор предварительных поединков в UFC, разбора которых на ютубе не будет, они уже есть, можете заходить в Бойсовский клуб, да, вступать и, соответственно, просматривать, также, кстати, я сегодня просыпаюсь, да, а там замена в одном из боев, вот, ну, опять же, если, если кому интересно, да, а именно, Мунир Лазес там слетел, на замену вышел Джаред Гуден, с Николасом Штольцем будет бой у них, соответственно, вот такой новый бой образовался, и замена будет разобрана, тоже, в Бойсовском клубе диванных аналитиков, так что, ребятки, welcome, все туда, и, конечно же, не нужно ставить по подкасту, есть для этого специальные, да, у нас фишечка ставки от MMA Bets, в описании, в закрепленном комментарии, ссылочка в подкасте, вы слушаете информацию, наше мнение, сопоставляете это со своим, и думаете своей головой, делаете свой собственный вывод. Ну, на сегодня у нас все, ребятки, всем спасибо за внимание, всем пока.